Здравствуйте, друзья! С вами Борис Оборотов и компания gsmrepeatery.ru Что представляет собой мобильный интернет для современного человека? В первую очередь скорость доступа к информации. Домашние портативные 4G-устройства предлагают рекордной скорости скачивания данных. Одновременно растут и предложения операторов, обещающих быстрый 4G-интернет, а в недалеком будущем и сети 5G. Уже сегодня в свободной продаже можно встретить роутеры, поддерживающие мобильные сети пятого поколения. А теперь отвлечемся от потребностей рядовых пользователей и познакомимся со сферой применения модемов, где не нужна высокая скорость. Во многих промышленных системах по-прежнему активно используется интернет-подключение стандарта 2G. Межмашинное взаимодействие немыслимо без использования GSM-модемов. Системы телеметрии, удаленного управления, кассовые аппараты, платежные терминалы и банкоматы не нуждаются в объемном трафике. Через интернет передаются короткие сервисные данные, зашифрованные команды и отчеты. Максимальная скорость 2G-модемов ограничивается значением 437 кбит в секунду. Однако на практике чаще используются устройства, рассчитанные на скорость 236 кбит в секунду или менее. Для обычного пользователя может показаться, что это очень-очень мало. Однако это более чем достаточно, чтобы передать на сервер данные со счетчика, сигнализации или терминала оплаты. Промышленные модемы по внешнему виду существенно отличаются от привычных нам бытовых устройств. Давайте познакомимся с ярчайшими представителями класса 2G-модемов. Перед вами GSM-модем ARZ MC52IWDT. Устройство в пластиковом корпусе, обтекаемые формы, достаточно компактное. Оно может быть установлено на один рейке или размещено рядом с основным оборудованием. Производитель заявляет максимальную скорость до 85 кбит в секунду. Модем поддерживает актуальные для России частоты 2G900 и 1800 МГц. Сразу бросается в глаза наличие разъема FME Mail для подключения внешней GSM-антенны. Разъем RG12 используется для питания устройства и подачи сигнала запуска и выключения модема. Похожий, но не идентичный разъем используется для подключения совместимой гарнитуры. Интерфейс RS232 с привычным для многих компортом необходим для интеграции с другим промышленным оборудованием. Интерфейс позволяет реализовать опрос датчиков, исполнение команд и так далее. То есть он используется исключительно в промышленной автоматике. Также на корпусе вы можете увидеть крышку слота для сим-карты. Как видим, этот модем оснащен одним слотом. Рассмотрим альтернативу. Модем ARZ ATM21.B Кстати, о модемах этой серии мы делали целый ролик. Можете посмотреть его вот здесь. Как и предыдущий модем, эта модель поддерживает работу в GSM-сетях на частотах 900 и 1800 МГц. Слотов для сим-карты здесь два для резервирования связи. Интерфейс RS-232 присутствует, а помимо него RS-485 с зеленым разрывным коннектором. Наличие такого интерфейса расширяет возможности интеграции с промышленным оборудованием. Для подключения GSM-антенны на корпусе модема предусмотрен порт с разъемами SMF-AML. Порт microUSB предназначен для настройки и протоколирования работы модема. В отличие от предыдущей модели, ATM21.B оснащен встроенным блоком питания и может питаться от сети 220 В через винтовой клеммный разъем. Также возможно питание от источника постоянного тока, но в этом случае потребуется дополнительный адаптер. GSM-модемы ARZ компактны и могут использоваться при температуре от минус 40 до плюс 70 градусов по Цельсию. Таким образом их можно без проблем подключать к оборудованию, размещенному в неотапливаемых помещениях и на улице. Помимо модемов от компании ARZ существуют решения и от других производителей. Вот, к примеру, аналог от Sinterion. Настройка и управление промышленными модемами – достаточно сложный процесс. Обширные возможности интеграции, кастомизации, выполнения широкого круга самых разных прикладных задач требуют от пользователя наличия специальных знаний по программированию промышленных устройств. 2G-модемы – специальные устройства, которые активно используются в промышленных системах. Наличие интерфейсов RS-232 и RS-485, широкие возможности и поддержка специального программного обеспечения делают 2G-модемы незаменимыми инструментами при решении задач автоматизации и удаленного управления. Полезные ссылки, как всегда, будут в описании. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! И не забудьте поставить лайк, кому это видео было полезным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!